На Мечелкоксе обнаружили слив фенолом. Токсичные отходы могли попасть в речку Черную, а оттуда в мясо. Об этом УТВ сообщил собственный источник. Незаконный сброс был найден в ходе оперативных мероприятий. В конце прошлой недели прокуратура, полиция и Росприроднадзор нагрянули на Мечелкокс с обысками дважды. Эти снимки сделали сотрудники пресс-службы ЧМК. На предприятии уверяют, что проверки, цитирую, проводятся в духе рейдерских захватов и не соответствуют установленным законным процедурам. Вот официальное заявление. Представители силовых структур в масках и форме без опознавательных знаков проникли на территорию комбината, не предъявив представителю охранного предприятия документы, спилили болгаркой шлагбаум. На территории предприятия представители следственной группы провели забор проб воды. Место забора проб было отцеплено. К участию без объяснения причин не были допущены уполномоченные представители ПАО ЧМК. Компания еще раз выражает глубокую озабоченность ситуации и подтверждает свое намерение обратиться с жалобами генеральному прокурору РФ, министру внутренних дел РФ и уполномоченному по защите прав предпринимателей в России на необоснованные и жесткие действия следственно-оперативной группы. Кроме того, незаконные действия следователей будут обжалованы в судебном порядке. На прошлой неделе глава Росприроднадзора области анонсировал каскад проверок и первые внеплановые визиты прошли на нескольких предприятиях. Сначала намечил кокси, затем на Челябинском электрометаллургическом комбинате. В Росприроднадзоре также заявили намеренно отказаться от плановых проверок, так как ведомство подозревает заводские лаборатории фальсификации показателей, а также хочет провести ревизию выданных разрешений на выбросы. И теперь ведомство будет реагировать преимущественно на жалобы жителей и общественных организаций. Это тенденция пока еще только, это не принятое решение. Но так или иначе мы понимаем, что работа с предприятиями должна вести с теми, которые нарушают законодательства, относительно которых есть такие данные. Это отвечает и смыслу здравому, потому что мы уходим от какой-то рутины, мы решаем вопросы точно, мы концентрируемся на проблемных вопросах. Отмечу, что с 1 января следующего года в силу вступит новый закон. Он обяжет крупные промпредприятия установить датчики на трубах и стоках. Приборы будут регулярно замерять концентрацию вредных веществ и передавать данные в Росприроднадзор. Такой формат работы должен быть эффективнее плановых проверок, считают эксперты. Дело в том, что как они осуществлялись раньше, Росприроднадзор уведомлял предприятия о том, что в тот период времени будет проводиться проверка, и предприятия успевали подготовиться к этой проверке, внеплановые проверки. Я думаю, что это безусловно благо. Здесь только вопрос остается в том, насколько оперативна данная реакция будет. Дело в том, что жители хотят улучшений как можно скорее. Я думаю, что и ведомства, и министерства, и надзорные органы настроены на скорейшую ликвидацию правонарушения. Я думаю, что самое главное, к чему должны стремиться все ведомства, да и предприятия, прежде всего, это открытость. Продолжение следует...